Всем привет, я Владимир Шамшурин, и сейчас хочу поговорить с вами, преимущественно с женщинами, о том, что почему же вы не любите пикаперов, почему женщины так боятся пикаперов, почему они так вот к ним нелестно относятся, скажем так. Я здесь накидал себе некоторый текст, и вот хочу донести его до вас, исходя из того, что пишут мне девушки и спрашивают. Пикапер, как правило, не будет сильно присмыкаться перед женщиной, то есть он будет общаться, как правило, с позицией сверху. В чем плюс, да, то есть пикапера? В том, что его научили на этих тренингах, что женщина это всего лишь женщина, да, то есть не больше, чем женщина, и не меньше, чем женщина. То есть он относится к ней спокойно, без фанатизма, без присмыкания и без преклонения. То есть мужчина общается как минимум на равных, и это хорошо. Вы же сами, девушки, хотите, чтобы рядом с вами был сильный мужчина, самец, чтобы вы были ведомыми, чтобы вы были подчиняемыми, чтобы мужчина был хозяином. Только тогда на самом деле, ну, что бы вы сейчас ни говорили, но вы это знаете, только тогда вы на самом деле почувствуете себя настоящей женщиной. Хрупкой, слабой, нежной там и так далее. А вы, допустим, выбираете себе какого-то тихоню подкаблучника, и что происходит? Происходит следующее. Поскольку он полностью присмыкается перед вами, преклоняется перед вами, делает все, как вы ему говорите, происходит то, что через какое-то время в ваших отношениях вы начинаете его ненавидеть. Просто тихо ненавидеть. Начинаете его ругать, обвинять во всех смертных грехах по делу и без дела. И происходит то, что вы-то хотите вот этой руганью его спровоцировать, чтобы он наконец-то там хлопнул, стукнул кулаком по столу, да, и сказал, что так, тихо, все, замолчи, будет так, как я хочу. При этом этот тихоня этого, естественно, не делает, да, и вы начинаете его ненавидеть еще больше. То есть ваши провокации не срабатывают. Вот. А пикапер, он, как правило, такими вещами заниматься не будет. Один из плюсов пикапера, собственно говоря, в том, что он, наверняка, с ним такого не случится, что он будет общаться с вами как минимум на равных или с позицией сверху. Еще женщины не любят пикаперов, потому что у пикаперов есть возможность выбора. То есть они могут выбирать женщин. Их на пикап-тренингах научили тому, чтобы преодолевать свои страхи отказа, страхи подхода, страхи знакомства. И такой мужчина легко может познакомиться с той девушкой, которую выберет он. То есть у него есть возможность выбора. А вы, женщины, привыкли выбирать сами. То есть вы привыкли, что вот тут куча всяких поклонников, и я сейчас кого-то выберу. Естественно, что вам это не нравится, когда выбирают вас, но это нормально. Поймите, что мужчина выбирает женщину. Это нормально. И еще момент. То есть если это обычный мужчина, не пикапер, он, скорее всего, в довольно-таки частых случаях, он общается с женщиной не которую он хочет, которая ему действительно понравилась, а с той, которую ему течением, скажем так, принесло. И он вынужден строить отношения и всю жизнь жить с девушкой, которая его выбрала. И на самом деле он несчастлив. И вы с ним будете несчастливы в таком случае. Насчет по матросе ты бросит. Вот есть такое мнение, да. Понимаете, если парень вам понравился, то вам самой что-то нужно будет делать, как-то его привлекать. Да, вы к этому не готовы, вы этого делать не умеете просто. И не привыкли к этому. А если что-то мужчину не устраивает, он просто вас бросает, и это нормально. Никогда в жизни, поверьте, ни один пикапер, ни пикапер не бросит женщину, если ему с ней на 100% во всех отношениях хорошо. Если вы его во всем устраиваете, если вы для него идеально. Если что-то не понравилось, естественно, он вас бросит. Все очень просто. И ничего криминального в этом, собственно говоря, нет. Обычные среднестатистические мужчины, они привыкли мириться с какими-то вещами, потому что женщина для него редкость на самом деле. И если в какой-то веке к нему прибыла какая-то женщина, он будет очень сильно трястись над ней и, соответственно, мириться с какими-то ее недостатками и так далее и тому подобное. Мужчина не будет счастлив с такой женщиной до конца, потому что вы в чем-то его будете не устраивать. И вы не будете счастливы с таким мужчиной, опять же. Следующее, что мне тут написали, что вот девушка пишет «Я боюсь быть использованной». Подождите, подождите, смотрите. То есть максимум, что самого страшного может случиться между вами и пикапером – это секс, да? И насколько я знаю, секс нужен женщинам не меньше, чем мужчинам. И как минимум вы получаете от этого удовольствие. Поэтому при чем есть вопрос о том, что вы будете использованы? Я вообще не вижу смысла в этом вопросе. Следующий момент. Допустим, мужчина ухаживает за вами три месяца. И он до сих пор не решился вас взять за ручку, вас поцеловать. И что происходит? В конце концов, вы там проявляете инициативу, хотя вам это не нравится, согласитесь, и вы не должны этого делать. И у вас случается секс, и вы понимаете, что ну не нравится вам этот мужчина в постели, в чем-то еще там. И получается, что вы три месяца потратили впустую, вы три месяца общались с тем человеком, который вам не нужен, просто не с тем человеком. С пикапером такого точно не случится, поэтому лучше сделать это быстрее, как принято в пикапе, да? Я имею в виду сблизиться. И понять, нравится он вам или не нравится, чем тратить три месяца своей личной жизни, которая и так бесценна и дорога. Итак, еще момент. Вы боитесь, что вы влюбитесь и влюбитесь невзаимно. Я вам еще раз говорю, если вы готовы тратить какие-то ресурсы внутренние, в первую очередь, в своего мужчину, если вы сами готовы что-то сделать, чтобы его привлекать, то все у вас будет нормально. Если вы замечательная девушка, то почему должно быть невзаимно? Все будет взаимно, не переживайте. Иногда, конечно, пикаперы ведут себя как-то криво, стрёмно, неконгруентно, неправильно, коряво, неестественно при знакомстве, на свидании и так далее. Но да, есть такое. То есть мужчина как бы пытается, почему это происходит? Он пытается вести себя более уверенно, более как бы нагло, дерзко, может быть более решительно. Но поскольку внутри его есть какие-то страхи, они ему мешают, и получается какой-то каламбур, получается, что все выглядит неестественно. И в основном, в принципе, такое получается только у самых начинающих пикаперов, ну или уж у совсем безнадежных парней. Да, это вот есть такой момент, ты с этим ничего не поделаешь. Что я вам скажу, девушки? Я считаю, я знаю, что пикап это однозначно хорошо. Почему? Потому что таким образом в мире, в России появляется намного больше уверенных и решительных парней. А я лично знаю много мужчин успешных по жизни, добрых, красивых, хороших, замечательных мужчин, там, уверенных у себя на работе, в бизнесе, в спорте. Но при этом с женщинами они очень робкие, так получилось в жизни. Они очень несмелые, нерешительные, робкие. И вам же, естественно, хочется, чтобы такие мужчины, замечательные, достойные мужчины, становились более уверенными с вами, более решительными, более такими вот с мужским стержнем. И еще один момент очень важный, которым я хочу закончить. Вы знаете, я считаю, что каждый пикапер, он пикапер только до тех пор, пока он не влюбится, пока он не полюбит. И это можете быть вы. Субтитры сделал DimaTorzok